Hello! Ребят, всем привет! Я сегодня сниму для вас свою тренировку в зале. Я сегодня в зале буду не одна, буду с мамой и с братом, то есть нас будет трое. Видосик будет прикольный, поэтому не переключайтесь. Так, я хочу вам показать, что я беру с собой в зал. В зал я иду сразу в той одежде, в которой буду заниматься. Футболочки, ну так, на свободненьком. А под этими шортами у меня велосипедки. Йоу! Короче, это такой наряд, чтобы дойти до зала, а в зале уже будет как бы наряд вот такой. Это рубашечка, чтобы потом после душа переодеться в нее, типа чистника одежда. Также собрала вещички для душа самого. Это масочка, шампунь, гель для душа, крем для душа, скраб, духи и рукавичка. Ой, а про дедик я вам сейчас хочу рассказать. Потом бутылочка, расческа, носки. Это для самоката цепляшечка. Далее тапки в душу рыбы. Это Макса, он попросил взять. Если что, он наш белок. Короче, я долго искала какой-то дезодорант. Но начиталось, что антиперспиранты вредны и вообще опасны. Открыла, как всегда, любимый озон и нашла там лучший вариант. Это минеральный дезодорант от Cosme Time. В летнее время это просто must have. Важно не только убрать проблему, но еще и не навредить. Я всегда за безопасный и натуральный вариант. Дело в том, что натуральный дезодорант это отличная альтернатива антиперспирантам. Он безопасен, но при этом эффективен и позволяет коже дышать. Важно выбирать именно дезодоранты и именно с натуральным составом, чтобы себе не навредить. Алюминий в составе антиперспирантов бывает синтетический, а есть натуральный. Его используют в дезодорантах. У минерального дезодоранта от Cosme Time есть ряд преимуществ. Он защищает от пота. У него очень приятный, ненавязчивый аромат. Натуральный состав. А также он безопасен, не забивает поры и хватает его надолго. Также у него, кстати, большой объем 100 мл и отличная цена. Точно, ребята, рекомендую этот дезодорант от Cosme Time. Приобрести вы такой сможете по ссылке в описании. Ну и также используйте мой промокод для скидки 15%. Так, все, ребята, собираемся. Макс нас уже ждет. Моя сумочка. Давайте складываем сюда вещи. Единственное, что мы забыли, это на колени, потому что у меня недавно хрушу на колено, и теперь мне какие-то упражнения больно делать. Вот, поэтому его нужно взять с собой. Возможно, я потом куплю себе спортивную сумку, но пока что хожу с этой. Так, рубашечка. Мне кажется, это нужно в пакетик положить отдельный. Бутылку я возьму пустую, водичку наберу там. Носочки под крадули. Кроссовки еще, чуть не забыла. Так, ключик, расчесочка. Первый раз вижу этот пакет у нас дома, ну ладно, сложим сюда. И масочку, и шампунь, мне кажется, сюда прям идеально все поместится. Удобненький. Дезик. И вот это все сюда. Все свое ношу с собой. Еще нанос. Я надеюсь, это нормальный пакет, не из магазина нижнего белья и так далее. Ну что, бежим в зал, на колени кладем. А вот и на колени. Я, кстати, занимала в зале 4 дня подряд, поэтому, возможно, сегодня буду по лайту. У меня болит все. У меня болят руки, у меня болит из-за жопы, у меня болят ноги, у меня все. Болит, у меня пресс болит, спина у меня болит. У меня болит все. Еще и зубы. У меня начинает расти зуб мудрость и вообще сказка. Я проснулся опухшая просто, опухшая. Но уже чуть-чуть отошла. Нельзя так. Что за комбо? Мы уже пришли в зал. Здравствуйте, Максим. Всем привет. Сегодня у нас будут упражнения для Ксении Куприковой. Сейчас я доделаю икроножные. А я тоже хочу это поделать. Офигеть. Я не знала о каком торнажере. Если не размялась, я на дорожку хотела пойти. Но как бы это подождет, да? Мы начнем сразу. Как я учил тебя, регулирую сидение на уровень, чтобы... Как ты учил меня, да? Чтобы ноги... Вот сюда ставить? Ну тут, смотри, носочки, чтобы ты носками могла амплитуду такую делать. Одни носками. А что мне так тянет и крыло здесь? Отпусти. А подожди, а почему она так наклонена? И что ей? Потому что надо носочками ее толкать. Ой, мне очень тяжело 20. Давай их побольше сделаем. Вот так типа? Вот, да. А с этим они легко. Давайте изменим вес. Так, ставим вес на 10. Кстати, мышцы работают. Вот они, троножные. Ксюша, до конца носочек на завод. У меня уже устали ноги. Пойдем начнем с беговой дорожки, короче. Так, у нас тут беговая дорожечка есть. Есть эллипс. Есть велотренажеры. Мы едем к Ксюше на беговую дорожку, на которой сейчас Ксюша будет ходить 6,5 километров. Чего ты сказал? 6,5. 6,5. Без наклона и под наклоном. Вот. Не, я без наклона буду ходить. Ксюша у нас спортсмен, она до этого занималась, если вы помните гимнастикой, балетом, фигурным катанием в детстве. Поэтому сейчас надо ей дать нагрузочку, чтобы ноги почувствовали, что такое. Я буду ходить. Не забывали. Скорость 0,8. Мне уже не нравится дорожка, я устала. Нет, я сама. Ты что думаешь, я не умею? Все, я покажу тебе. Ты на горочке идешь, что ли, уже сразу? Нет, конечно, у меня наклон 0. Можешь 6 это сделать? У меня наклон 0, то есть дорожка стоит ровно и скорость у меня 5,5. Сколько сжигается калорий? Потом у нас время. Вот, да. Сколько мы идем сейчас? Потом здесь точное время, сколько на данный момент. Дистанция, наклон. Также скорость у Ксюши сейчас 5,5 км в час. А покажи, как ты бегаешь, давай. Я очень забил ноги себе, у меня очень устали ноги. Так, ну смотрите, короче, я начинаю до 7 км в час. Это будет у меня ходьба быстрая. То есть я иду, сердечно-сосудистую подготавливаю к спорту буквально 5 минут, потом еще бегу 7 минут на 10-11 км в час. Иногда до 14. Максим, здравствуй. Как у вас дела? Нормально. Сейчас я буду бежать. Вот это да, Макс, ну, конечно ты, я в шоке. Я хочу пресс подержать. Да, я с языка сняла. Я только хотел сказать про пресс. Пойдемте, сделаем 4 подходика. Поднимание ног в тело. Ой, это я не люблю. Ну, а как по-другому? Это мое не любимое. Я же другие тренажеры для пресса. Почему именно он? Пойдемте. Ну, в этот раз ничего сложного, Ксюш. Предлагаю тебе сделать 10-15 раз. Вот на этом тренажерчике помнишь, да? Как делать технику выполнения? Кружочек сняла. Тогда мне нужно включить музычку для большей мотивации. Ребята, заходим в Телеграм, смотрим кружочки из зала. Я снимаю каждый раз почти. У меня тут нет ничего. Комарик укусил. Это мы делаем вот так вот, вот сюда ноги и болтаем. Смех с мехом, а тренировкой, тренировкой. Нет, Ксюш, мы поднимаем ноги к туловищу. А это для чего? Ксюш, давай. Что, обезьяна, что ли? Нет, Ксюш, не так. Почему? Я хочу так. Ксюш, ты нашел три бутерброда. Я хочу так. Три бутерброда, перетренировка. В смысле, три, четыре. Буль-буль-буль-буль-буль. Уходим. Ой, ну вы какой. У меня здесь руки устают. Я вчера качала руки. Сколько? Два раза? Два. Ксюш, назад плавно опускает. Три. Я уже все. Четыре. Коленочки может подсогнуть. Пять. Шесть. Выше ноги. У меня плечи тут проваливаются. Да, значит, ты опору вот так вот сделаешь. Я не могу. Мне тогда они так же будут проваливаться, только вперед. Короче, я люблю тут тренажер, я попадается туда. Мне здесь не нравится. Пойдемте, ладно. У меня личная неприязнь к этому тренажеру. Если Ксения хочет другой тренажер, значит, пойдем на другой. Вот, ты посмотри. Ну, это моя любовь. А вот это, кстати, хороший тренажер какой-то. Вот этот вот. Не знаю, не тут в доступном виде. Как бы бесплатный или не бесплатный. Это для массажа. Такая сказка. Мы убираем пиццу ручку. Потом 1,25. Потом 2,5. Ты это делала, да, уже с тренингом? Не сама делала. Сама? Ты молодец, дай пять. Ой. Брат. Я не брат, я сестра, ты брат. Дай пять, брат. Так. Давай, Ксюша, тебе помочь? Думай. У-у-у-у. 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 Баю-баю-баю-баю, не ложится на краю. Придет серенький волчок и укушит зомботек. У-у-у-у. Сегодня Ксюша качается плотно. Мышцы коры работают на сто процентов. У-у-у-у. У меня зуб болит. У меня сегодня не день в зале. Пойдем, слушай, ты покажешь, как нужно подтягиваться, как я тебя учил. Да я не хочу. Если вы хотите больше таких видео с Максом, то пишу большими буквами. Хочу видео с Максом. Все. Все понятно вам? Я тут пресс качаю. Мне не мешать, пожалуйста. Я уже тут все себе накачала. И пресса, и спину, и ноги, и руки пока тут на этом тренажере было. Все, пойдем дальше, Ксюша. Да в смысле? Ну ладно, я потом поздравляю. У нас следующие тренажеры ждут нас. Мы всегда не баловаться пришли, как говорится. Да. Отметились. Фото сделали, можно уходить. Нормально что-то получилось, Ксюша. Сейчас. Вот эти прикольные. Ты мне так мухо дышишь, я прям боюсь. Ой, это что было, ребята? Короче, я хочу поделать пресс. А, я понял. Я понял про что. Я знаю, я уже представил мысли, на какой она идет тренажер. Она идет на скручивание. Берешь тренажер и начинаешь полную амплитуду у тебя идет. Полная амплитуда работает на пресс. Ну, слушай. Короче, я его сделала, когда я делала. Бозавчера я качала вот этот на пренажере пресс, а потом увидела вот этот. Это на скручивание? Расскажи мне, как здесь делать. Ничего, берешь сюда. Ну, я не видел, как здесь делать. Давай, пробуем. Причь оплатываешь сверху. Ну, я понимаю, сверху? Да. Если честно, сам вот на этом тренажере ни разу не делал, поэтому... А поставили вес меньше, я разберусь. Ноги, по-моему, вот так. Вес 10 поставили, попробовать. Да, вот. Где тут скручивание? Скручивание, ты скручиваешь корпус, и я вот работаю. Давай. Так там то же самое, только с ногами. Там две мышцы качаются, тут одна. Нет. Тут пресс только делается. Вот тут я знаю, я на таком делал подобный тренажер. Тут работает только пресс. А тут я... Это новый тренажер, Ксюша, я не знаю, некоторых вообще. Ну, круче. Вот. Наверное, да, вот так. А я думала, тут, короче, нужно будет вот так скручиваться по сторонам. Нет, это можно ты, когда ложишься на лавочку, допустим, боковой пресс делаешь. Боковые движения. Как хорошо получается у тебя, Ксюша. Ну, конечно, что я. Сразу видно, училась у лучших. Да что ты. Все же дышать, не забывай. А я что, молчу, что я заеду? Оба, телефон нашел какой-то с цветочками. Это бабочка. Лёвочка оказалась. Хорошо, всем пока. А ты пароль не знаешь? Ой, я устала. Thank you so much. Вот такая фотка. А это что такое? Это наверх так поднимается? Это на бицепс, Ксюша. Смотри, у тебя рука, вот, бицепс. Вот так расположена рука, ты ее поднимаешь, просто сядь туда. Вот я то же самое вчера делала, так же с гильками. Ну вот. И у меня все болит теперь. Мы сейчас идем в другой зал. Там другие тренажеры. Там чуть посложнее. Там в лесах. Сейчас у нас будет упражнение, которое Ксюша уже делал один разочек. Я показывал, как технику ставить. Повесь, пожалуйста, на ногу этот фиксатор. А какой? Где он? А где он? Вон там он где-то висит. Так я не понимаю. Где он? Ди, помоги мне, пожалуйста. Ну, пошли. А вот не оно? Нет, не оно. Вот на руки. Я не помню просто. У Ксюши, короче, этот фиксатор был. На ногу. А, вот он, Ксюша. Уверен? Чтобы зацепиться, короче. Такое упражнение будет. Пойдем. Это на щиполотку. Да, да, да. А что не так? Все правильно же говорю? Бум-шак-алак. Шак-атак. Куда это прятать? Куда это прятать? Это мы оцепляем. Это снимай. Самостоятельно уже, кстати. В прошлый раз приходили, и вообще стеснялась что-то делать. А сейчас просто сама где-то делает, знает. Уже видите, как-то уверенность. Молодец, Ксюша. А чего я молодец, я знаю. Не стесняешься, идешь, делаешь. Чуть-то обни ногу. Назад. Вес нормальный? Ну, такой тяжеленький, но я специально... Поближе подойди тогда. Так оно будет падать у меня. Нет, нормально. Поближе подойди. И всегда держи ногу в напряжении. Давай. Назад. Раз. Строго по траектории назад. Два. Три. Хорошо. Четыре. Технику поймать надо, и все нормально будет. Пять. Шесть. О. Семь. Двенадцать. Ксения, ну, можно закончить на двенадцати раза. Нет. Пятнадцати. Ух. Когда она начинает больше раз количества делать, она уже как бы адаптируется и технику ловит. Как бы в моменте. И вот потом с каждым разом все лучше и лучше. А есть вторая такая, чтобы я не цепляла? Есть, там же была. Ну, короче, не могу не затягиваться уже больше. У меня не такая худая нога. Она все равно то же самое будет. Угу. Ну, да. Ну, значит, переставь тут, Ксюш. Переставь. Не, не хочу. Я так буду. Что, все то же самое? Просто другая нога сейчас будет задействована. А так все, в принципе, то же самое. Какая нога легче? Пятнадцать. Левой? Хотя как будто одинаково. Так, ну что, на этом я заканчиваю с вами упражнение. Мы продолжаем одни, да, ребят? Да, к сожалению. Но если хотите больше таких видео, пожалуйста, ставьте лайки. Канитарий пишу, хочу видео с Максом. Большими буквами другие не считаются. Вот. Поэтому чаще будем приходить с Ксюшей и заниматься как бы весело, задорно. Тем более продуктивно. Ксюш. О-о-о. Я резко оказалась дома, ребят, после того, как мы покучались с Максом, я очень позанималась. Я сделала пресс, сделала ноги, подкачала грудные, руки немного, короче, я вообще встала. Мама пока что делает все по лайту, на беговой дорожке, велосипеде, что-то за мной повторяет. А я стараюсь уже так, нормально, по полной. Кстати, в душ я не сходила в зале, потому что отключили воду горячую. Короче, я сегодня очень устала, мне нужно еще съездить на квартиру. Вот, еще кое к чему приготовиться, это вы узнаете немного позже. Поэтому, всем пока! Муа!